Здравствуйте, друзья! С вами Солнечный Мерсин. Меня зовут Амир. Я представляю агентство DeepGerminkül. Сегодня у нас в разгаре зимний период. Градусов 18. Вот такая вот у нас зима. Позади меня Средиземное море. Самое теплое море, которое бывает в Турции. Его немного штормит, но это связано с зимним периодом. Сейчас у нас, как еще раз повторюсь, разгар зимы. Где-то через месяц зима закончится. Мы не зря начинаем свой репортаж именно с береговой линии. Объясню почему. Потому что квартиру, которую мы вам сегодня будем показывать, она находится буквально в 200 метрах от пляжа. Значит, что хочу сказать по пляжу. Я сам недалеко здесь живу, поэтому этот пляж знаю как свой. Значит, здесь песчаная мелкая галька. Пологий вход метров 20 не скрывает. То есть с детьми это будет самое то. То, что нам нравится русскоязычным. Вот. Мы сегодня будем вам показывать квартиру планировки 2 плюс 1, расположенную на третьем этаже. В свежем доме. Год постройки до 5 лет. Значит, с хорошей инфраструктурой, с активным газом и со всеми другими плюсами, которые, ну, вы надеетесь, я надеюсь, мы вам раскроем в данном видеообзоре. Спасибо. Друзья, ну вот мы вошли в квартиру. По традиции вы видите дверь. Турецкая дверь. Качественная, металлическая, со всеми запорами, упорами и так далее. Значит, по правой стороне от меня шкаф-купе с зеркальными дверями. Ну, не сильно будет этично открывать, потому что здесь есть личные вещи проживающих сейчас собственника. Вот. Ну, поверьте мне, здесь площадь вполне достаточная, вместительная. Значит, здесь у нас уже оборудован видеодомофон. Ну, это электрощиток, это стандарт. И хочу заострить внимание на том, что коридор, как мы с вами любим, в странах СНГ, он отделен. То есть, нету сразу выхода в зал. Многим это не нравится. Ну, по данной квартире, слава богу, этого нет. Мы сейчас с вами проходим в зал, совмещенный с кухней, в традиционном стиле турецком. Давайте посмотрим кухню. Значит, что мы здесь видим? Мы здесь видим посудомоечную машину. Мы здесь видим варочную панель, видим вытяжку, ну, и саму разделочную зону в виде буквы Г. В принципе, места вполне достаточно для хозяек, я считаю. Вот. Здесь же всевозможные шкафчики со всеми различными предметами, тарелками, ложками и вилками. Вот. Что мы еще на кухне? Здесь особенность в следующем. Значит, духовка, она отделена от самой кухни. Она находится здесь. Здесь же у нас микроволновка, и здесь же установлен холодильник. На самом деле, это не придумка хозяина, это, видимо, что запроектировано уже такое зонирование от застройщика, потому что мы видим, здесь уже встроенные шкафы, они уже здесь присутствуют. Сейчас мы с вами развернемся в другую сторону и посмотрим зал с другой стороны. Ну вот, друзья, мы теперь, получается, кухня у нас там, мы напротив кухни. Значит, что мы здесь с вами видим? Достаточно просторный холл, гостиную, так назовем ее. Присутствуют два дивана, два кресла, значит, остается кондиционер, но об этом мы еще попозже уточним. Я вам расскажу, как это будет выглядеть. Будет две цены на квартиру, одна с мебелью, другая цена будет без мебели. Кому как понравится. Здесь же мы видим широкоформатный телевизор марки Vistel. Вот, уже интернет подключен, что очень большой плюс, потому что с интернетом для русскоязычных проблема. Пока не оформите ВНЖ, интернет вы сами на своем имени сможете подключить. Здесь также функциональная полка, но она более, наверное, носит больше стилистический характер, чем практически. Здесь, наверное, для красоты что-то можно установить. Вот, также видите, что уже шторы, присутствует комплект штор, тюль и более плотный материал. Сейчас мы с вами посмотрим балкон. Он совмещен у нас с гостиной. Сейчас мы туда зайдем и его посмотрим. Друзья, ну вот мы с вами на балконе. Посмотрите, какой он протяженный. Значит, он и достаточно широкий. Давайте прям посчитаем. Раз, два. Ну, я так скажу, 2,30 он в ширину, ну и в длину, наверное, метров 6 минимум. Вот. Вот такой вот он формы у нас. Значит, здесь у нас у хозяина стоит диван, сушилка. И обратите внимание, что балкон уже застеклен. Это джамбалкон, раскладывается книжкой. Ну, кто нас постоянно смотрит, те знают уже турецкие особенности балкона. Здесь у нас базируется стол, видимо, для поедания, так скажем, пищи, завтрак, обед, ужин, ну и для отдыха. Дальше идем, более технические вещи смотрим. Значит, здесь у нас газовая подводка, труба стоит. Здесь ставится газовый котел. То есть, возможность техническая установить сюда газовое оборудование присутствует. В доме есть активный газ. Здесь же, вот видите, его подготовку под котел. Ну, пока они как бы под заглушками. В общем, вопрос с установкой газа здесь можно решить. То есть, это вопрос дополнительных затрат. Давайте остановлюсь еще вот на каком важном моменте. Я не могу его не прокомментировать. Сейчас мы с вами вот смотрим на балкон и видим чистую площадку. Значит, я объясню в связи с чем. Здесь на протяжении многих лет в Тедже здесь был лимонный мандариновый сад. Но, к сожалению, буквально два месяца назад его полностью зачистили. И на данном земельном участке будет строиться два дома. Два высотных дома. Так что, этот момент вы имеете в виду. Начало стройки где-то к весне начнется рытье котлована. Поэтому мы сразу без утайки объясняем и говорим, что здесь какие могут быть присутствуют временные неудобства. На самом деле, обратите внимание, несмотря на то, что это третий этаж, у нас вид на горы присутствует. Дома у нас будут фронтально так стоять. Здесь будет территория, она не загороженная домами. то есть вид на горы у вас уже никто не украдет здесь. Учитывайте этот момент при анализе покупки данной квартиры. Мы рассказываем все честно, как есть без утаек. Друзья, сейчас мы с вами в коридоре. По левую руку от меня находится санузел, который, как по традиции сказать, оборудован уже одно и то же, но это как бы нормально. Полотенце-сушитель, душевая кабина, инсталляция унитаз и хорошая раковина с зеркалом. Хорошая фурнитура, достаточно качественная. По правой руку от меня здесь первая спальня находится детская. Она достаточно правильной квадратной формы. Сейчас, когда мы будем ее показывать, имейте ввиду, что она заставлена вещами и кажется, что она очень маленькая. Что на самом деле не так, потому что в квартире реально сейчас люди проживают. Мы заходим с вами дальше, идем. Это родительская спальня. Здесь шикарная двухспальная кровать. Наверное, ширина где-то метр 60 или метр 80. Ну и длина стандартная двухметровая. спокойно становится в этой комнате. Здесь же огромный платяной шкаф на всю стену. Здесь, видимо, женские принадлежности. Здесь, видимо, жена хозяина улучшает свой внешний вид, так скажем. Не обижайте женщины, это не к вам. Вот. Как вы уже успели заметить, здесь очень много детских вещей, в том числе детская кровать. То есть у собственников есть маленький ребенок. Значит, что еще могу сказать? Значит, здесь есть свой отдельный санузел, как положено. В родительской спальне он должен присутствовать по-хорошему. Он также оборудован душевой кабиной, раковиной, унитазом и инсталляцией. Вот. И дальше еще, что в этой комнате присутствует, здесь присутствует балкон. Но хозяевами он, видимо, используется как некое такое хранилище продуктов и хозяйственных вещей, хозблок. Но обратите внимание, что он уже тоже застеклен, джамбалкон присутствует. И с балкона открывается хороший вид, я бы сказал, на горы, очень прекрасный. Вот. Поэтому несмотря на то, что это третий этаж, мне квартира понравилась, планировка такая тоже неплохая. Вот. В общем, мы сейчас скоро финализируемся. Я вам отдельно подробно расскажу плюсы и минусы данной квартиры. Ну, а решение принимать вам. Дорогие друзья, нам в нашей жизни так не хватает положительных эмоций, что мы решили все-таки финализировать обзор данной квартире в детском уголке, который находится в данном доме. Я сейчас сижу на уточке, рядом со мной собачка. Вот. Я думаю, это все-таки добавит вам положительных эмоций, но перейдем к делу. Как я обещал, нужно определить основные плюсы и минусы по данной квартире. Давайте начнем с плюсов. Первый плюс, несомненно, это близость к морю. Дом по факту находится на второй линии на береговой. Здесь очень хороший доступ к пляжам. Он песчано-галечный, с мелкой галькой. Вход по логике буквально 20 метров не скрывает. То есть для детей это очень здорово. Вот. Это первый плюс. Второй плюс наличие придомовой территории. То есть есть полноценный бассейн, есть зона мангальная с беседкой. Значит, в самом доме есть детский уголок, которым мы не применули воспользоваться сегодня. Вот. Наличие генератора, причем полного, который подает электричество не только на общедомовые нужды, но и индивидуально в квартиры. То есть при отключении света у вас все будет работать, как и работало. Следующий момент у нас получается то, что у нас здесь газ активный, необходимо будет его подключать. Ну, как все уже знаете, кто постоянно нас смотрит, стандартная стоимость подключения 8-10 тысяч лир. Вот. Дальше в самой квартире радиаторы уже присутствуют. Квартира продается в двух вариантах возможной продажи. Первый вариант это с мебелью будет одна цена. Второй вариант без мебели будет другая цена. Вы ее увидите, обе цены увидите в описании. Значит, до ближайшего магазина, здесь ближайший магазин Шок, это где-то, я вам сейчас скажу, где-то метров 150 до ближайшего. Остальные все магазины чуть дальше, где-то метров 250, вся большая тройка там присутствует, Шок, Бим А101 и самая лучшая пекарня в ТДЖ, она тоже там же рядом, где-то 250 метров от данного дома. Вот, что сказать, у нас сегодня на дворе январь, 17-18 градусов, достаточно тепло в домах, в данном доме газ как бы не подключен, но я себя ощущал в принципе комфортно, поэтому проблемы нет, я думаю, газ это уже по желанию, а так, в принципе, зиму мы пережили и сами практически, не включая газ. Вот, дорогие друзья, значит, это то, что касается плюсов, я нашел только один минус, который, ну, кому-то будет минус, для кого-то это в принципе не повлияет на решение, это то, что я вам показывал застройку, которая будет проходить рядом с нашим домом, где квартира продается, значит, это где-то в течение года будет доставлять неудобства, но здесь каждый, пускай, решение принимает сам. Вот, дорогие друзья, вкратце по этой квартире все, звоните, пишите нам, пишите конструктивные комментарии, пишите, понравилась ли вам собачка с уточкой, будем всегда рады вас видеть в своем офисе, с вами было агентство Дип Гарминькюль, меня зовут Амир. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok